Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как проверить подшипники барабана стиральной машины. У меня есть стиральная машина фирмы LG Direct Drive на 5 кг, фирма WD12390NDK. Хорошая стиральная машина, но у нее начались проблемы с работой. Она начала прыгать. Для того, чтобы определить, почему она прыгает и виноваты ли в этом подшипники, необходимо проверить их состояние, не без разборки. Необходимо выпустить стиральную машину и открыть люк стирального барабана. Потом взять одним пальцем за корпус стиральной машины, а вторым за барабан и попробовать его подвигать вверх-вниз. Вот видно, что плавает весь бак, а барабан почти не имеет люфта. То же самое сделано сверху. Вроде бы все хорошо. Поворачиваем и проверяем, нет ли люфта в каждом положении. Люфт совсем небольшой, примерно 1 миллиметр, но для того, чтобы окончательно убедиться, необходимо покрутить этот барабан и проверить, как он себя ведет. Вращаем его в любом направлении. Слышен гул. Это уже говорит о том, что подшипник износился и появился гул. Почти как в автомобильном подшипнике ступицы, когда он гудит. Ну и для того, чтобы окончательно убедиться, что стиральная машина прыгает не из-за амортизаторов, необходимо снять верхнюю крышку и немножечко подергать бак, чтобы он не прыгал. Снимаем верхнюю крышку и проверяем. Резко нажимаем и бросаем барабан. Видите, бак не прыгает, а медленно возвращается на свое место. Значит, в этом проблем быть не может. Для того, чтобы окончательно проверить работу подшипников стиральной машины, необходимо включить ее в сеть, положить в нее какую-нибудь тяжелую вещь и включить на высокие обороты. И оно все покажет. Теперь включим стиральную машину на отжим и посмотрим, как она будет работать. Стиральная машина начала дребезжать. Гудеть. Слышно шум подшипника в задней части. В этом машине еще не полностью разбиты подшипники, а только появился гул. Но уже неприятно, поэтому будем менять подшипники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...